В имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Чин освящения совершает митрополит Красноярский Ачинский Пантелеймон. Ранним утром на горе рядом с поселком Дрокино собрались священнослужители, строители, представители власти, православные верующие. Прихожане уверены, возвышаясь над городом и окрестностями, поклонный крест, словно ангел-хранитель, будет защищать жителей. Для меня это ценно, мы же все христиане, поэтому в преддверии такого большого события в городе Красноярске, чтобы у нас все прошло на позитиве, чтобы мы выиграли, у нас были победы. Я думаю, что любой город, наверное, позавидует теперь нам, что у нас есть такой хранитель, крест-хранитель. Я думаю, что народ, красноярцы теперь будут в надежных руках. Дай Бог, чтобы все приняли это событие с такой же радостью, как и мы. Установка поклонного креста завершилась неделю назад. Огромная металлическая конструкция высотой 47 метров теперь видна отовсюду. Увидят ее и пассажиры, и железные дороги, и въезжающие в город автомобилисты, и даже те, кто будет пролетать над Красноярском. Это самый большой крест в России, уверяют создатели. В мире он уступает лишь крестам Испании и Македонии. Правда, не все горожане восприняли проект с воодушевлением. Многие раскритиковали и идею, и ее воплощение. Это право каждого. И право дьявола возмущаться, а он через человека, тоже надо признать. Крест невозможно критиковать. Смерть невозможно канцегиря, крематории критиковать. Никакое страдание. Поэтому это критика страждущих и болящих духовных, душевных людей. Я их люблю, молюсь. Установить православный крест на Дрокинской горе – идея Красноярской епархии. В жизнь проект воплотился и благодаря поддержке губернатора. Сегодня Александр Ус поблагодарил всех, кто принял участие в большом деле. Событие по-настоящему историческое. И событие это имеет давние традиции, предпосылки. Поскольку люди с давних времен стремились водружать поклонные кресты на знаковых местах. Там, где они могли обратиться к Всевышнему, покидая родной дом. Дрокинскую гору для поклонного креста выбрали не случайно. Это самая высокая точка на подъезде к Красноярску. Здесь, как на ладони, виден краевой центр и его окрестности. И все, кто въезжает в Красноярск, могут наблюдать за необычным сооружением. Крест не только украсит въезд в город, но и станет одной из достопримечательностей Красноярска – визитной карточкой. Строили его всем миром на пожертвование верующих. И это только первый этап. Скоро рядом с православным символом появится белоснежный храм. Сегодня то, что вы видите, это антикоррозийное покрытие. Еще будет один слон, антикоррозийное покрытие. А потом он будет почти белый, с теплым небольшим отметкой, с оттенком. И, кроме того, там еще будут различные буквы. Они тоже будут такого золотого вида. Ну, покрыты нитрититаном. Различное то, что полагается у нас по православию на кресте. Благоустроит и площадь вокруг поклонного креста. Это место станет настоящим мемориальным комплексом. Памятником погибшим в одном из последних боев гражданской войны в Енисейской Сибири. Все работы планируют завершить в августе. Екатерина Павленко, Павел Пателицын. Енисей новости.